О! Вау! Мама какая она страшная! Кровь с подбородка не идёт! Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей, и сегодня у нас будут покупочки с сайта Joom! У меня не так много посылочек пришло с сайта Joom, но вроде бы это, по-моему, даже все посылочки, надо сделать новый заказ. Знаете, я люблю заказывать что-нибудь такое недорогое, и очень радуюсь, когда приходит что-то реально хорошее. И сейчас у меня есть чем с вами поделиться. Оставайтесь со мной! Так как сейчас у нас лето, я думаю, это будет актуально, я взяла себе невероятно крутое платьишко. На фото оно было очень красивое, и я вам могу сказать смело, что в реальности оно точно такое же красивое. Если я не ошибаюсь, то это платье стоило в районе 700 рублей с копейками, ну, может быть, тысяча с чем-то, потому что я очень плохо запоминаю цены. Мне понравился его цвет, но цвета там есть разные. Мне понравился именно цвет, вот именно такой серо-голубой какой-то, грязный, асфальт, не знаю, что-то такое. Ну, между голубым и серым, да? Ну, нет, серое. В общем, оно здесь без лифа можно носить, непрозрачное. Оно такое вот легкое, жмаканное, не знаю, надо его гладить или нет, мне кажется, оно и не глажное прикольно, но, наверное, его надо пригладить. Когда я буду показывать вам, оно уже будет приглаженное. И сзади мне понравилась открытая спина, то есть вот эта находится на поясе, и сзади очень красивые вот такие вот украшения. То есть голая спина, здесь завязочки на шее. В общем, сейчас я это продемонстрирую вам со всех сторон. Вы посмотрите, что действительно очень круто смотрится. Длина нормальная, ну, ближе, конечно, к короткой, ну, она короткая, но я имею в виду не так, чтобы прям совсем разрад-разрад. То есть я, в принципе, как молодая мама, современная мама, тем более могу позволить себе такое платьишко под кроссовочки. Дальше, если уж мы начали с вещей, то давайте закончим вещами тоже. Я взяла себе костюмчик. Костюмчик, опять же, серого цвета. Здесь очень классные шортики. Они как бы шортики... Юпочка, что ли? Нет, просто шортики. Шортики на резиночке. Что за материал? Я думаю, это какой-то костюмный материал. Не сильно такой уж прям сильно плотный, хотя достаточно плотный. В общем, шортики вот такие вот и кофточка вот такая вот прямого кроя, подвернутые рукавчики здесь. И, в общем, сзади застегивается просто на пуговку. Впереди такой очень аккуратненький маленький вырез. Та-дам! Пояса в комплекте не было, то есть это либо заправлять его, либо на выпуск. Мне показалось очень симпатичный костюмчик, в принципе, даже и на сайте. И неплохо на мне смотрится. Но, опять же, наверное, в нашу жару, вот в наше лето, реальное лето такое жаркое. Мне даже вот в этом костюме очень жарко. Я думаю, что и в этом тоже будет жарко. То есть, если куда-то это на выход одевать и где-то, может быть, сидеть в рейстике, да, там в кафе, то, возможно, можно по торговому центру, да, там. Но если гулять, прям выйти на улицу, то я бы с удовольствием одела вот эти вот шортики и какую-то футболочку или маечку. В общем, тоже поглажу и продемонстрирую вам. Зацените. Субтитры подогнал «Симон» В общем, с вещами закончили. Дальше я вам покажу несколько вещей, которые я приобрела. Мне кажется, они очень интересны. Это вот такая вот вещь для оладушков. Чтобы оладушки были одинаковые все, я взяла такую вещь. Хотя я не готовлю оладушки. Я не знаю, зачем я ее взяла. Да, я реально не готовлю оладушки. Но из всех тех, что я хотела себе взять, чтобы когда-нибудь приготовить оладушки, мне кажется, что это лучше всего. Она силиконовая. Ставишь ее вот так вот в сковородочку. Здесь такие вот у нас ячейки. То есть, если вы наливаете сюда тесто, оно не идет там куда-то под низ, я думаю, да. И когда оно вот так у нас поджарится, мы это берем вот за вот эти штуки, вот так хоп, переворачиваем все. И они поджариваются с другой стороны. И такие должны быть одинаковые плюшечки. В общем, я это обязательно попробую и обязательно вам покажу в одном из видео. Мне кажется, прикольная вещь. Тем более, она стоила недорого. Ну вот по качеству, вот я смотрю, мне нравится. Еще я приобрела вот такую вот, я не знаю, как это назвать, выдергивателька, выдергивателька волос. Мама, какая она страшная. Сейчас мы будем вместе с вами ее тестить. Что это за прикольная штука? Сюда мы нажимаем, раздвигаются вот такие вот пружины. Сюда залазят ваши волосы ненавистные, которые вы хотите выдрать. И потом просто вот так. Мне кажется, это так больно. Я недавно себе только сделала эпиляцию, у меня нет волос вообще. А давайте бровку. Она защипывает нормально так, знаете. Честно говоря, страшно. Ну вот у меня есть над бровей. Сейчас защипну случайно ресничку или что-нибудь. Или что-то лишнее. Защипила. Защипила. Что защипила там я хоть? Выясни. Вот видите? Выдрала вот волосня. Как-то более. О, на бороде. Слушайте, на бороде можно вот так. Мелкие, беленькие. Конечно, она немного работает так, но я честно вам скажу, что это какая-то пытка, если честно. Ну, как бы лучше себя не пытать. Вот по мне так лучше взять просто кусок воска, наифигачить и содрать разом и все. Потом проплакаться, раскричаться, но не вот это вот насилие над собой. Поэтому вот эта штука, ну не знаю, возьмите, попробуйте. Она недорогая, но я... Может быть, она и пригодится, знаете, в каком-то... В каком-то там мне захочется вот сразу что-нибудь выдрать. Блин, так больно, реально. Очень больно. Кровь с подбородка не идет. Ладно, оставим мы нашу эту мучительную штуку. Можно пытать своего парня ею, да? Я заказала еще вот такую интересную кружечку. Все, хотела ее затестить. Она вот такая вот из пластмассочки. Очень красивая кружечка. Здесь ничего нигде не открывается. Я так смотрю, все литое. Там внутри должны быть батарейки. А, нет, здесь, смотрите, написано open, close. Close, то есть как-то можно повернуть рычажок и менять, видимо, батарейки или что-то такое. Но вот пальцами я это сделать не могу. Видимо, надо что-то более серьезное. Короче, сюда наливается вода и, по идее, она начинает светиться разными цветами. Пойдемте проверим. Ну что? Вау! Серьезно? От воды светится? Класс какой! Просто обычная вода, кипяченая. Блин! Мне так нравится. Я знаю, я в прямом эфире буду пить. Такая классная штука. Я сегодня в прямой эфир выйду. И такая раз, типа, наливаю все водички в стаканчик. И стаканчик начинает светиться. Класс вообще! Ну это же прикольно! Вообще, оно такое красиво. А в темноте вообще круто будет. Класс! Вылила водичку и она перестала мигать. Мне кажется, что здесь внизу находятся датчики. Вон я их даже вижу. Два датчика, две точечки внутри. И, видимо, когда что-то налит, и не важно, это вода, чай, вот просто что-нибудь, она начинает мигать. Даже не вода, достаточно двух пальцев. Просто что-то соприкасается к датчикам. Начинает мигать. Убирается, не мигает. Крутая кружка вообще! А нарисованы здесь всякие драконы. Такие китайские, мне кажется, драконы. Ну вот у них так это часто изображения такие. Ну все, мои хорошие, это были все покупки. Я ими довольна. Вот пришло, да, пять штучек. Два платьица, костюмчик и вот такие вот малехенькие вещи. В принципе, всеми ими я довольна. Наджум, если увидите, заказывайте. Думаю, не пожалеете. Ну, а я пойду делать новые заказы и делиться с вами какими-то интересными новинками. Надеюсь, мое видео понравилось, было интересным и полезным. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто первый раз. Ну, я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok